я же когда стал депутатом вообще до меня оказывается никаких предложений счетную палату вообще и поручение не поступало ни разу было нонсенс вообще как бы вот и я первый тогда подал предложение теперь декабре в прошлом году и сидиков их всех запулил как но приняли только два объясняя опять что у них проблема что у них двоих там они трое тогда как раз ушла председатель но воронина она стала помните помните первым замом да да и они как бы в твоем остались я им говорю ну ладно так ваша вакант ну а тогда еще нового не назначили не год ну вот потом мы может быть это рассмотрим назначим у смотрите год прошел два человек два человека работает и я опять сейчас столкнулись с тем что принципе основной мотив отказа мне в этом поручении что он как бы много работы некому типа делать я хочу у человека не берете вот вот типа не можем найти но это все вранье потому что не конкурсов никаких нигде не я не слышал чтобы они кого-то искать понятно поэтому там надо еще разбираться в этой части на это посмотреть что там получается деньги выделяются на троих работают вдвоем вот но главная проблема в другом когда я нынче подала я же еще и потом целый год долбил чтобы регламент изменили в велика поручение его не было пункт пятьдесят семь один на который вот она ссылается ой статья ее не было я ее предложил в марте мы ее приняли только месяц назад то есть их там почти год занимался чтобы это все таки но они потом это приняли потому что уже везде приняли в районах муниципалитетов ему выхода не было ну и нарушение идет регламента потому что по регламенту есть бюджетная комиссия и она вместе с председателем счетной палаты как бы определяет эти поручения у нас по регламенту они когда тогда собирали прошлой неделе это собрание пригласили всю администрацию туда тех кого проверяют ну понимаете как можно давать тому кто проверяет ну понимаете да а бюджетная комиссия с председателем счетной палаты республики или города мы про город говорим про город ага бюджетная комиссия тем более возглавляет чеглов а вел в четверг почему-то ситников на себя эти обязанности взял он не имел права он вообще не ходит бюджетную комиссию он имеет право вести только в том случае если нет председателя ну а председатель там был ну короче я им потом там бумаги у вас есть я им направил потом обращение что вы неправильно сделали они как бы вроде с этим смирились и назначили на вчера но перед расширенным заседание ну опять накосячили но вопрос в том что сидников сам так и не изменился что он так себя вел и нарушал регламент и все это там все есть я принципе про это пишу и бумаги все есть и обращался чтобы он нам перед нами там все таки объяснил почему так себя ведет потому что на самом деле есть коррупционная составляющая потому что если ты соглашуешь проверку с тем кого ты проверяешь ну поняли да меня да конечно это должностное преступление вообще-то это уголовно наказуемое даже но почему-то как-то они вот так это все в легкую и потом и воронина так себя так ведет нагло и она воронина еще чем проблема она давит на мартынинг но которая вторая викторина которая председатель счетной палаты она под ней работала раньше потому что мы буквально договорились по моему уже поручению с ней все как бы и тут приходит воронина и все сразу переигрывается и все не принимать то есть как бы вот прям на глазах я говорю причем здесь воронина начинаю говорить на меня еще теглов обижается что я так вот про на воронину типа наехал там ну так извини она не должна присутствовать на комиссии есть регламент есть правило но это везде так и в верховном совете там у них верховный совет он работает со счетной палатой но не спрашивает главы хакаси коновалова чего у вас проверить чего не проверить да ну это понятно да мы говорим о чем говорим ну то есть суть вот этом вся и то есть как бы так и ничего и не мы не поняли и ничего им не надо депутатам ничего не хотят знать а на самом деле ситуация сложная в сайногорске вы прекрасно понимаете и чем дальше все хуже и хуже не уступать обращение пока я ехал вчера вечером пришло что там где-то перерыли в гаражах люди не могут машину теперь выгнать и поставили гараж ну короче много у нас никого не спрашивают что-то говорят я к тому что вот как то вот так получается работает горсовет на администрацию в прямую при том не думая вообще просто руки поднимая основная масса аудио ваша нельзя выставить ну если вы там как-то обрежетесь естественно я же здесь чего-то не так наговорил где-то может быть хорошо вы говорите да вот поэтому хочется чтобы депутаты в принципе как бы но хочется чтобы они открыли глаза почему-то в соцветку эту выложил и уши и все-таки читали документы они даже не знают эту стратегию что в нее входит и отказываются ее проверить вот в чем проблема с ней даже не смотрели даже она в девятнадцатом году сделана а я по ней постоянно микрофаново дергаю почему нету почему нету почему нету так они мне обещали по демографии ввести дополнение туда так целый год не ввели нету движения хочется понять что решается перекидывают объекты на следующие годы там ничего не делать то есть ничего не делается в развитии будем так говорить а хочется понять почему да искать пути они не хотят то есть они даже понять не хотят то что там пути искать вот это неприятно вот что зачем тогда вы пошли депутаты для чего я не могу понять вообще если вы говорите что ничего нельзя сделать тогда вы зачем здесь а а